Всем привет! Сейчас мы идем вот с этим ведерком и с этой палкой. Она такая вот, как рогатулька, змей ловить. Для чего нам эти змеи, вы скоро узнаете. Мы надеемся сейчас найти их. Ладно, расскажу, не буду мучать. К нам попала редкая птица, называется эта птица змея и яд, или по-другому карачун, занесена в красную книгу. Их около трех тысяч осталось. Попала к нам в очень тяжелом состоянии, машина сбила, люди привезли. То есть он в таком шоковом состоянии, он дышал через раз. В конце концов, нам удалось его, скажем так, поднять на ноги. Кроме того, он начал питаться, причем успешно. Вот таких вот гадюк, ужей с треском лопает с удовольствием, но у него сломано крыло. Дело в том, что мы сейчас подумали вот о чем, я думаю, вовремя подумали. О том, что сейчас как раз такое время, когда змеи ползают. А зимой-то их не будет. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно наготовить змей. Тут мы недавно одну змею положили в морозилку. Сейчас ее будем испытывать, как ее будут есть после съедения или нет. Сейчас узнаю. А, Галя там живет дальше. Вот. То есть будут ее... Вернее, птица будет ее есть после того, как она пройдет заморозку, обработку заморозки. Вот. Если будет, значит, мы на верном пути. И нужно сделать заготовку змей. Мы приблизительно так посчитали штук 60, так 90, так, на зиму. Надо заготовить консерв. Потому что птичка действительно интересная. Она из отряда соколиных, но вообще ее еще называют коротконогий орел или коротколапой. Точно не знаю, я не орнитолог. Но сегодня герпетолог. Кажется, так называются люди, занимающиеся змеями. Посмотрим. Где-то, говорят, тут их очень много. Что-то сегодня змеи нету, потому что погода не змеиная. Но мы все-таки хотим еще зайти в одно место, где мы их видели. Вот. И посмотреть. Может быть, нам все-таки удастся сегодня поймать змею. Так. ... ... ... ... ... ... ... ... не нету надо с той стороны зайти пошли на ту сторону кто сидит а где он только мне наверно надо сверху подожди сань есть один это гадюка или уж не знаю только аккуратно сами жирный какой сейчас посмотрим кто это это короче полу уж полу гадюка скрещенный кусается ну-ка кусается мне кажется это полу уж полу гадюка не палку потолще мне надо как а вот так вот я сейчас подожди он на такую саде кусается вот так есть у меня вот такая штучка идите до свидания сейчас я тебе буду оформлять ну приблизительно вот так какая штука интересно интересно он ядовит или нет все пошли нам наконец-то сегодня повезло и птица будет сытая я честно говоря змеюк не люблю все что может укусить и отнять жизнь должно быть съедено реакция собаки на змею вместо то это место чуть что змея посмотрим как остальные реагируют волки осторожно опа змея волков на змею волки осторожно опа за мясо не приняли не гадость да не то интересно что скажут лошади все-таки нам повезло мы в дождливую погоду умудрились поймать змею мари как лошадь шарахнулась короче они боятся змеи молодец судьба хорошо змея отреагировала не очень хорошо молодец судьба осторожно с ними хорошо девочка молодец судьба видишь боится как молодец молодец хорошо лошади все таки чувствуют змею ну что попробуем а вы дурочки вы не понимаете насколько это может быть опасно это может быть очень опасно это может стоить здоровье ну что можете поздравить нас с боевым крещением сейчас мы будем давать кажется гадюку или это скрещенный уш не знаю кто это в общем одним словом гадину но зубов я у нее не вижу я ее подложу к камере карачун лови а ты не а же вернулась а и ак Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу отдельно поблагодарить Надежду Коробкову за предоставленную временно нам камеру, пока мы свою не купим, и мы можем продолжать свою деятельность, снимать и вести свои репортажи. На данный момент, там сейчас бушуют страсти, кто-то кого-то ест. То есть, ну, я спокойно и с радостью отношусь к этим вещам, потому что я не герпетолог счастью, и я ненавижу просто змеи, я их терпеть не могу. Он правильно делает, по самом деле. Все, Пашка, давай, всем ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok